14 ноября в Сокос Бридж-Отель состоялась международная конференция вовлечения объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты. На мероприятии активно обсуждалась тема привлечения туристов и возможность внедрения цифровых платформ для облегчения поиска маршрутов по городу. Приветствуем вас на канале Культурная столица. Меня зовут Ольга и сегодня мы осветим данное событие. Спикеры делились своим опытом в сфере туризма и рассказывали о новых тенденциях развития. Панкевич Евгений Викторович, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, рассказывал о сотрудничестве с культурно-туристическим обществом. Мы агрессивным маркетингом в том числе, который в том числе позволит привлекать в Петербург и в небюджетные средства и привлечет в том числе говоря и о туризме количество новых посещений, новых гостей, как сегодня уже было сказано и правильно сказано, количество так называемых репитеров, людей, которые хотят в Петербург вернуться, хотят что-то новое для себя открыть. Ведь всем известно, что нужно всегда предлагать что-то новое. Сегодня турист идет пытливый и нужно развивать город таким образом, чтобы, как уже было сказано, появлялись новые маршруты и появлялись новые интересные объекты. Мацарин Андрей Сергеевич, генеральный директор конгрессно-выставочного бюро о событийном и деловом туризме в Санкт-Петербурге. Выступление, что это конечно здорово, что нам так повезло и мы живем в таком уникальном городе с таким историческим наследием, но особо надо подчеркнуть, что надо идти в ногу со временем и конечно то, как развиваются цифровые технологии, то как они применяются на сегодняшний день в жизни каждого человека, в том числе и туриста, я считаю, что этот аспект очень важный, его надо развивать и он действительно является одним из таких важных моментов не только продвижения, но и того же самого комфорта пребывания в любом другом городе, в том числе конечно и в нашем. Также на конгрессе выступили такие спикеры, как Прокофьев Павел, руководитель сообщества петербургских блогеров, Енова Алена Юрьевна, совладелец отелей, Владислав Шарамкин, туракселератор, Руслан Чернобаев, руководитель проекта «Культурная столица» и многие другие. Петербург. И сразу понимая, насколько это серьезно может выглядеть именно в фазе реализации и после реализации, решили пойти по пути такого государственного частного партнерства. Поскольку мы затрагиваем сразу несколько секторов экономики и попадаем в поле внимания очень большой отрасли, основная позиция была именно кооперация. То есть, выходя на этот рынок, мы приняли решение стать его важной и нужной частью, а не каким-то конкурентом для уже существующих ресурсов. Петербург и для России это флагман, безусловно, туристский. Магнит, туристский хапут, очень много разных эпитетов, которые все, в общем, подходят для нашего города. Потому что Петербург – это уникальный туристский продукт, продукт многогранный, продукт многосоставной, продукт очень качественный. Существует много различных видов туризма и много интересов у людей. В Петербург приезжают восхищаться. Больше 80% людей смотрят, следят за интернетом, получают информацию оттуда и выбирают для себя интересную дуробудевку через эту платформу. Поэтому нельзя уже сейчас терять такую возможность видеть туда и найти бизнес-модель, чтобы развивать Петербург. Ну, то есть город нуждается в таких технологиях, в таких приложениях, которые помогали бы составлять маршруты. Да, и в таких тенденциях эта платформа важнее и важнее станет. Такая платформа, я думаю, безусловно, найдет своих почитателей, туристов. Особенно интересно вот эти функции, где на определенную сумму бюджета нужно составить маршрут. Объединившись под названием «Культурная столица», заявили на этом форуме и на этой конференции новый проект, он называется «Бест Петербург» или «Би Сент Петербург». Это очень интересная идея, которая базируется на сегодняшний день в разработке новой IT-платформы в виде сайта, портала и приложения, и позволяющая обеспечивать такой интуитивный, очень удобный подбор услуг, мест для туристического отдыха. При этом сохранение этой информации у себя в памяти, как в эмоциональной, так и в цифровом формате. А самое главное, этот сервис должен объединить всю экосистему Петербурга в новую инфраструктуру. Для нас это участие в этом конгрессе, в этой замечательной программе культурного форума, первое официальное заявление о проекте «Бест Петербург». Развитие цифровизации важно. Развитие цифровизации – это сегодня один из основных вообще приоритетов туризма. Туризм сегодня идет по пути, превращаясь… Во-первых, туризм – это сфера вообще апробации различных новых сервисов, новых услуг, в том числе цифровых услуг. А во-вторых, туризм сегодня идет по такому пути, превращаясь в огромную, большую, в том числе, IT-компанию. Редактор субтитров А.Семкин